Приветствую вас, друзья! С вами на связи Владислав Гилко. Итак, давайте с вами разберем трендовую стратегию, которая называется Forex Trend Riva. Или на русском языке это будет примерно звучать вот так вот. Трендовая река. Когда мы построим все индикаторы, которые нам нужны для данной стратегии, то график нам будет напоминать немножко такую, как бы реку, которая течет по графику цены. Итак, какие индикаторы нам понадобятся? Нам понадобится всего лишь две скользящие средние. Первая скользящая средняя у нас будет иметь период 233, строится по методу построения Simple и будет применяться к ценам Height, то есть будет строиться по максимальным ценам от свечей. Дальше мы переходим в уровни и добавляем к цене уровни. Первый уровень, это у нас будет уровень фильтра. Значит, он будет у нас равняться 15 пунктам. Видите, что я сказал 15, но написал 100. Это я сделал, потому что мой брокер показывает котировки в виде пяти знаков после запятой. То есть, если мы смотрим пару евро-доллар, и если у вас на паре евро-доллар котировка выглядит, что после, например, единички идет запятая, потом идет после нее пять знаков, значит, что это у вас котировки так называемые пятизначные. И вот когда я говорю 15, то и у вас пятизначные котировки, то обязательно нужно добавлять еще нолик сзади. То есть, так мы увидели, что у нас 15 пунктов. Если у вас брокер показывает четырехзначные котировки, это если на паре евро-доллар после единички запятая, и затем четыре цифры после этой запятой, тогда вы этот нолик нигде не добавляете. Итак, первый уровень, это у нас фильтр 15 пунктов. Второй, добавляем уровень, у нас будет равняться 89 пунктов. Третий, 144 пункта. И четвертый, 233 пункта. Как видите, я везде добавил по одному нолику. Значит, эти цифры я не взял из головы, это цифры из последовательности Fibonacci. Чтобы не выдумывать каких-то цифр, я взял их из последовательности Fibonacci. Итак, уровни мы установили, и теперь посмотрим, что у нас получится на графике. Видите, что у нас получилось скользящая средняя и имеет вот такие вот уровни. Значит, это уровень 15, он нам будет служить как фильтр, когда будем входить в позицию. И данные уровни нам будут служить уровнями для того, чтобы брать прибыль по этой стратегии. Но это еще не все. Мы должны построить вторую скользящую среднюю. Идем в индикаторы. Берем мувинги. И чтобы построить такие же уровни и такую же скользящую, только рядышком. Итак, мы устанавливаем период 233. Метод построения Simple. И здесь очень внимательно посмотрите, чтобы у вас данная скользящая средняя строилась уже по ценам low. То есть по минимальным ценам от свечей. Если предыдущая у нас строилась по ценам high, то данная скользящая должна уже строиться по ценам low. И для данной скользящей мы задаем уровни такие же самые, но мы прибавляем к ним везде спереди по минусу. Это для того, чтобы данные уровни отображались ниже данной скользящей средней. И теперь смотрим, что у нас происходит. Мы получаем такой вот динамический канал из двух скользящих средних, который будет расширяться либо сужаться в зависимости от того, какая волатильность сейчас на рынке. Если на рынке цены очень волатильны, то есть очень мощные движения происходят, то данный канал будет уже расширяться. Если на рынке цены будут себя спокойно вести, то канал будет узким, примерно как мы сейчас это видим. Итак, теперь давайте определимся с точками входа в рынок. Значит, примерно, думаю, уже вы догадались, как мы будем входить. Если цена находится выше скользящих средних, значит мы входим в позицию buy, то есть в покупку. Если цена находится ниже скользящей средней, значит мы входим в продажу. Итак, чтобы войти нам в покупку, давайте рассмотрим теперь пример с покупкой. Нам нужно, чтобы свеча закрылась выше вот этой скользящей средней плюс 15 пунктов. То есть мы специально создали для себя такой вот уровень, который у нас рисуется от скользящей средней плюс 15 пунктов. Это у нас так называемый фильтр. Когда свеча закрывается выше данного уровня, то значит мы можем уже думать о покупке. То есть мы можем не думать, мы уже должны открывать позицию на покупку. Итак, после того, как свеча закрылась выше данного уровня, мы сразу же открываем три позиции. Значит мы открываем три лота. Это обозначает, что мы выставляем три позиции. Можем с одинаковым лотом, можем с разными лотами. Сейчас мы рассмотрим простой метод с тремя обычными ровными лотами. То есть открываем три позиции. Итак, здесь мы открыли три позиции с одинаковым лотом. То есть позиция один, позиция два и позиция три. По одному лоту, к примеру. Стоп-лосс мы устанавливаем тут же на противоположной границе этого канала. То есть противоположная скользящая средняя и минус 15 пунктов. То есть если мы здесь вошли, то здесь мы устанавливаем стоп-лосс. И для каждой позиции, если мы их открыли три, то для этой позиции мы устанавливаем тейк-профит вот на этой скользящей, то есть на данном уровне, который у нас равняется, как помните, 89 пунктов от скользящей. Тейк-профит второй позиции мы устанавливаем на данном уровне. Это у нас уровень 144 пункта от данной скользящей средней. И третий тейк-профит мы устанавливаем уже на самом высоком, на самом последнем уровне, на уровне 233 от скользящей средней. Таким образом у нас получается на рынке стоит три позиции. Все они имеют стоп-лосс на нижней границе данного канала и имеют тейк-профит, и каждая позиция имеет свой тейк-профит. Одна здесь, одна здесь и одна здесь. И по мере того, как цена будет двигаться, мы будем для данных позиций стоп-лосс постоянно двигать вот по этому уровню. Итак, смотрим. Давайте рассмотрим вот этот пример, который мы уже начали рассматривать. Здесь мы, например, вошли в рынок, то есть свеча закрылась. Мы входим в рынок тремя позициями, то есть можно одинаковыми лотами. Стоп-лосс устанавливаем на уровне 40, ну пускай 47 пунктов, то есть вот здесь. И тейк-профиты устанавливаем уже, соответственно, для каждой позиции на своем уровне. И теперь смотрим, что у нас произошло. Просто рассмотрим пример того, как бы мы, получили бы мы прибыль или нет. Итак, мы смотрим, что первая позиция у нас закрылась с прибылью 84 пункта. Вторая позиция у нас закрылась уже здесь, на уровне 163 пункта. То есть мы получили уже плюс 163 пункта. Итак, когда мы уже дошли до вот этого вот временного промежутка, то наш стоп-лосс должен постоянно двигаться. То есть каждое закрытие свечи мы должны двигать постоянно наш стоп-лосс. Когда мы находимся уже здесь, то есть видим, что мы здесь закрыли уже вторую позицию, то наш стоп-лосс для последней нашей позиции уже должен быть здесь. То есть постоянно двигается по нижнему, по нижней границе данного канала. И смотрим, что у нас происходит дальше. У нас цена выбивает стоп-лосс нашей последней позиции. И мы тут же можем входить в продажу. В продажу мы входим точно так же, как входим и в покупку, только зеркально наоборот. Мы ждем, когда свеча закроется за скользящей средней минус 15 пунктов. Видим, что здесь свеча у нас закрылась ниже данного фильтра нашего. И после того, как она закрылась, мы входим в продажу. Мы снова открываем три позиции только на продажу. Стоп-лосс устанавливаем. То есть здесь мы вошли. Стоп-лосс устанавливаем на противоположной границе канала. Тейк-профит первой позиции устанавливаем на данной границе. Минус 89 пунктов. Тейк-профит второй позиции устанавливаем здесь на уровне минус 144 пункта. И третий тейк-профит устанавливаем уже здесь. И таким образом мы постоянно ловим трендовые движения. То есть мы видим, что мы здесь не забираем сразу прибыль, а мы потихоньку-потихоньку даем прибыли расти. То есть здесь мы забрали кусочек, например, нашей прибыли. Там забрали, например, тейк-профит первой позиции. Здесь уже забрали больше тейк-профит второй позиции. И тейк-профит третьей позиции мы уже тянем, тянем, тянем. До тех пор, пока она либо не дойдет до нашей цели, то есть до нашего тейк-профита. То есть по мере того, как цена движется, мы должны каждую закрытую свечу передвигать наш тейк-профит. И должны передвигать наши стоп-лоссы для всех открытых позиций. Теперь, что еще можно здесь придумать? То есть можно сделать так, что мы открываемся не тремя одинаковыми позициями, не тремя одинаковыми лотами. То есть первая позиция равняется одному лоту, вторая позиция одному и третья также одному. Здесь мы можем сделать так, что, например, мы открываемся тремя позициями и разделяем их. Первую позицию мы открываем лотом 0.1 пункт, вторую позицию мы устанавливаем лотом 0.2 и третью позицию устанавливаем лотом 0.3. И также устанавливаем для них тейк-профиты. То есть, например, для самой большой позиции, например, лот 0.3, мы забираем прибыль быстрее всего, например, потому что цена быстрее всего его достигает. То есть и когда цена достигла, мы закрываем наш лот 0.3. И у нас остается в рынке уже лот 0.2 и лот 0.1. Значит, и здесь мы устанавливаем, например, тейк-профит для лота 0.2, то есть лот уже немножко поменьше. Здесь мы забрали самый большой лот, стоп-лосс у нас уже здесь. Здесь мы забрали уже лот 0.2. Это я, к примеру, говорю, потому что здесь вы можете умножать, например, брать коэффициент и умножать ваши лоты как только вам захочется. Здесь мы забираем нашу прибыль с лотом 0.2. И дальше мы тянем наш лот 0.1 уже дальше по скользящей средней, то есть и будем смотреть, что произойдет. Здесь мы видим, что у нас выбилась данная позиция по стоп-лоссу. То есть наш лот 0.1 выбился по стоп-лоссу. То есть мы видим, что свечи коснулись нижней границы канала. Это обозначает, что у нас здесь стоял стоп-лосс и мы уже вышли из рынка. Значит, видим, что здесь у нас очень тоже хорошая ситуация. Здесь мы не вошли в рынок. То есть видим, что здесь у нас выбило по стоп-лоссу наш 0.1 лот. К примеру, то, что только что мы рассказывали. Здесь мы не смогли войти в рынок, потому что свеча не закрылась выше уровня плюс 15 пунктов от скользящей средней. Поэтому в рынок мы не вошли в бай. А здесь же мы видим, что свеча закрылась ниже уровня скользящей средней минус 15 пунктов. Здесь мы открываем снова три позиции. Устанавливаем тейк профита. Один здесь, один здесь. Видите, как они очень красиво сработали. И теперь давайте рассмотрим пример того, например, если у вас уже все позиции, то есть то, что я говорил, все позиции уже закрылись по тейк профиту и тренд все равно идет вниз. И как вам можно входить в рынок повторно? Значит, смотрим. Если у вас уже нет позиций, открытых в рынке, то мы можем входить в рынок таким образом, чтобы предыдущая свеча, то есть у нас есть сигнальная свеча, это та свеча, которая закрывается за пределами уровня, и мы входим. Например, если эта свеча закрылась ниже скользящей средней минус 15 пунктов, мы входим в продажу. Так вот, это у нас сигнальная свеча, а есть у нас еще предыдущая свеча. И нам, чтобы войти повторно, например, в позицию сел, то есть чтобы не ждать, да, чтобы цена пошла снова там, пробила уровень, мы уже в бай, да, как бы перебросились туда на ту сторону реки. Чтобы войти повторно в позицию, нам просто нужно дождаться того, когда свеча закроется выше, если мы говорим о позиции от продажи, дождаться того, когда свеча закроется выше скользящей средней минус 15 пунктов. То есть, если свеча закроется либо здесь, либо здесь, то есть вот в этом промежутке нашего канала. Если же свеча закрывается в промежутке данного канала, предыдущая, и следующая свеча закрывается уже ниже нашего вот этого канала, тогда мы можем входить в продажу. То же самое и для покупки. Здесь мы видим, что свеча у нас закрылась действительно именно внутри вот этого канала, то есть выше скользящей средней минус 15 пунктов. И следующая свеча у нас закрылась уже ниже этого канала. Мы можем входить в продажу снова тремя позициями и устанавливать соответствующие тейк-профиты и стоп-лоссы. Итак, здесь мы видим, что нас, здесь мы вошли в покупку, цена нас выбросила по стоп-лоссу, здесь в продажу цена снова по стоп-лоссу. И дальше мы вошли снова в продажу. И примерно здесь мы видим, что свеча закрылась ниже скользящей средней минус 15. Устанавливаем три позиции и идем по тренду вниз. Здесь мы снова видим, что свеча ушла вверх, то есть здесь мы там получили только что неплохую прибыль, как вы видите. Если мы здесь примерно где-то вошли, вот здесь, то мы получили примерно... Первый лот мы закрыли с прибылью 90 пунктов, второй закрыли с прибылью 160, и третий мы шли-шли и примерно закрыли его на уровне... То есть здесь у нас сработала стоп-лоссы и закрыли с прибылью 120 пунктов. Итак, я надеюсь, данная стратегия вам понравится и с помощью нее вы неплохо заработаете. Ну что ж, с вами был Владислав Гилко и мы увидимся с вами в следующих уроках. Субтитры сделал DimaTorzok